Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать. И сегодня, как вы видите, мы ведем наш эфир не из привычной хайфской студии. Сегодня мы в столице нашего государства, в городе Иерусалим. И мы в гостях у замечательного человека Михаэль Цин, директор школы ШМА. Здравствуйте, Михаэль. Здравствуйте, Михаэль. Мой тезка, что, конечно же, приятно. И человек многогранный, когда я спросил нашего частого гостя и друга Леона Мазина, какие вопросы можно задавать и стоит задавать Михаэлю Цину. Он сказал, да какие угодно. Этот человек может ответить практически на все. И это хорошо, потому что у нас накопилось вопросов и к вашим передачам. Зрители спрашивают из того, что идет на YouTube и, собственно, наших вопросов, которые нас интересуют. Ну, начнем. Вот первый блок, мы его озаглавили так, блок о лингвистике и текстологии. Не знаю, насколько это корректно, но, тем не менее, в бой будем рваться сразу с такого вопроса. А можно ли доверять переводам Тор? Давайте немножко назад отмотаем, когда вы любезно, спасибо больше, отметили, что мне можно задавать любые вопросы, и я на них все отвечу. Это не значит, что я знаю ответы. Ответить я могу, но гарантировать, что они являются. Поэтому я предполагаю, я предпочитаю вместо слова ответы использовать слово мнение. Слово мнение, оно более корректно в этом смысле, оно не обязывает, как бы снимает напряжение с отвечающего и понижает ожидания спрашивающего. И в этом смысле как бы остается только одно место для Господа Бога. Абсолютно истина только там. Вот поэтому, заранее предупреждая чьи-то ожидания, сразу хочу сказать, что никаких откровений вы не услышите, слава Богу, все давно уже услышано. А вот какие-то мнения, писать мнение, не более того, я буду рад поделиться, если они у меня будут. Ну это интересно. Да. А теперь непосредственно к вашему вопросу. Можно ли доверять переводам Тора? Давайте я буду провоцировать вас. А можно доверять Торе? Вообще в целом. Вообще в целом. То есть истинной является всенепременное знание Бога в самом себе. То есть вещь в себе, хотя звучит несколько некорректно по отношению к Богу, внутреннее осознание Богом Бога. Если хотите, это есть истина в первой и последней инстанции. То есть внутренняя замкнутость, оторванность или, как у нас говорят, трансцендентность Бога. Она, в принципе, непознаваема человеком. И тут бы поставить жирную точку, но по своей великой милости Господь решает все-таки каким-то образом общнуться с нами. А мы, как существа несовершенные, с самого начала должны понять, что нам ничего не поможет. Какими бы искусными не были ухищрения Господа, абсолютного Господа Бога, в донесении до нас вот этой трансцендентной истины, мы, как существа имманентные, никогда не сможем ее принять такую, как она есть. Поэтому все, что мы имеем на сегодняшний день, или, вернее, результат вот этого общения Бог-человек, есть некий протез. Искусственная рука, искусственное ухо, искусственное сердце, если хотите, который дан нам для того, чтобы, что такое действительность данная нам в ощущениях, да? То, что на самом деле Господь Бог хочет явить. Поэтому по-хорошему, даже если бы к нам когда-нибудь, дошла или попали бы вот эти скрижали Моисеевыми с приложениями, да? И нам попали бы вот письмена, вот те вот самые, это все равно был бы слепок сознания Господа Бога, который дан нам всего того, кто мы есть. С учетом нашего восприятия. С учетом нашего восприятия, то есть это объяснение полуторагодовалому ребенку дифференциального и интегрального исчисления на языке полуторагодовалого ребенка. Причем полуторагодовалого ребенка в сравнении с нами, из гораздо больше преимуществ, чем у нас по в сравнению с Господом Богом. Вот это была бы та вот самая оригинальная атура. Но, занимаясь вопросами текстологии, литературного буквального критицизма, понятно, что до нас не дошел ни один текст в оригиналах. Поэтому, ну хорошо, у нас там здесь массовецкая версия или там более поздний там, какие-то кодексы, которые к нас дошли там. Но и в любом случае это все не есть оригинал. Они могут быть как угодно близким к тем протезным оригиналам, но все равно это не оригинал. Когда же мы говорим о переводах, то переводы никогда не бывают переводами. Переводы это всегда толкование. То есть, всегда толкование. То есть, личность переводчика так или иначе накладывает? Личность переводчика, принадлежность к той или иной конфессиональной нише, убеждения, которые меняются. Причем переводы, как правило, никогда не делаются в одиночку. Это группа товарищей делает переводы и они выполняют в определенные смысле социальный и религиозный заказ. Не всегда, когда я говорю слово заказ это не значит что они обязательно там вот такие сутяжники которые вот там стяжаются не факт они вполне могут ложиться в эту нишу социального заказа потому что они искренне полагаешь так она есть искренность не синоним истинности никогда и не было апофеоз искренности есть фанатизм который любом религиозным фундаментализмом так или иначе поэтому перевод вообще даже дать отличаемся от им х а от поговорим о евангельском богослове вообще всем то есть никто никогда и среди современных богословов не утверждает что переводы богоодухновенный переводы по определению строгому богословскому considering не является бога вдохновенными является только оригинальной автографой оригинальной автографы и а переводы является попыткой человека изобразить то что он понял из оригинального текста Ну, если у нас, получается, нет оригинальных, аутентичных, собственно, текстов, написанных хотя бы в Маше, то, получается, мы можем говорить о том, что у нас нет богодухновенных текстов вообще? Нет. А как тогда быть? Как тогда жить дальше? Да нормально и никогда не было. Человек живет в той реальности, в которой он живет. Всякие попытки объявить себя носителями той вот самой аутентичной истины, они, по своей сути, ничто иное, как претензия на исключительность и самомнение. Господь Бог открыл нам в том виде то, что нам необходимо. Ну, вот ребенку вы не дадите в руки автомат Калашникова или лазерную установку, которую он начнет забивать гвозди. Ну, вот приблизительно. Кстати, не потому, что вы не любите ребенка, а именно потому, что вы его любите, чтобы он себя не угробил. Знаете, в молодости человек может многое, но еще недостаточно опытен и умен. В старости он опытен и умен, но уже может немногое. И вот это вот дихотомические пары Господь Бог умышленно дает человеку для того, чтобы человек не занялся саморазрушением. Собственно, попытка была в Денском саду, достаточно почти успешная, но Господь пресек ее на корню. Да, человеку можно только то, что ему можно. И не более того, человеку можно только то, что ему можно. И доступно только то, что ему доступно. Мы находимся в младенческом возрасте по сравнению с той вечности, которую мы ожидаем. И в младенческом возрасте мы определяем свою жизнь понятийным материалом из-за зазряда тусклое стекло. Ну, как бы это же свидетельство петровшего. Ну, так, собственно, тусклое стекло. Ну, вот попытайтесь, люди, которые, я хорошо знаю, я ношу очки, одеть мне что-нибудь на глаза с прямо противоположным диоптрийным запасом. И плюс еще треснувшие стекла, да плюс еще и очки хамелеона. Ну, вот что я буду видеть? Буду ходить на ощупь. Но какие-то контуры будут последствия. Так это то, что нам надо и необходимо, и достаточно, чтобы не уничтожить себя и мир вокруг нас. Большего нам в руки давать нельзя. Обезьяне нельзя давать в руки гранату. Нельзя. То есть, как бы теоретически гранатой можно, не знаю, там расчистить завалы. Но прежде всего, если это обезьяна, ты будешь взрывать себя. Нельзя. То есть, говоря о нашем предмете, получается, что человечеству категорически нельзя иметь полноту откровения о Всевышнем и вот эти самые оригинальные... И нельзя, и невозможно. И нельзя, и невозможно. Находясь в смертном теле, находясь в смертном теле, имея ограничения по времени и по греху. Последний враг истребится смерть, говорит Писание. То есть, как бы, пока мы смертны, значит мы грешны. И отсюда, пока мы грешны, значит мы смертны. Вот этот вот комплекс проблем создает неразрешимую ситуацию. Неразрешимую в рамках нашего пребывания на земле. И по великой милости мы должны довольствоваться тем, что мы имеем. По сути своей мы всегда не спорим, кто прав, а кто менее не прав. Вот, собственно, и меня вполне эта ситуация устраивает. Потому что, вот это самое главное, гносеологически, целью общения и выяснения является не поиск истины, фундаментальных истин, которые мы там знаем, он есть Бог, он творец, который пальцем на одной руке. А умение полюбить друг друга в отсутствии консенсуса по тому или иному предмету. Вот мне кажется, это вообще основная цель написания Писания. То есть, тем самым отразив суть Писания. Ну вот, и ничего другого нет. То есть, когда мы приходим к пониманию того, что я знаю, что я ничего не знаю, утешением является то, что другие знают еще меньше. То есть, они не знают, что они ничего не знают. Вот, когда я приходил к пониманию, что я знаю, что я ничего не знаю, то у него отношение к моему собеседнику остроится на порядок выше. Мне нечем его судить. И я, наконец-то, полюблю его. Но не потому, что он не знает, а потому, что я не знаю тоже. И мне кажется, в конечном итоге, вот 3,5 тысячи лет изучения Писаний со времен дарования Торой Моше, они как раз и являются вот этим вот абсолютным доказательством того, что мы не наюту не продвинулись к выяснению фундаментальных, несмотря на все достижения еврейских учителей от времен Моше и до Танаим или Амураим, Савураим, Ришаним, Храним и так далее, и так далее. И до, я не знаю, там от схоластов времен Аквината и до современных Аликсона и кого угодно. Нету, нету. Это все как бы разговор ни о чем в адапт ступи попытки классификации. Знаете, как в психиатрии. Психиатрия занимается только классификацией, на самом деле, и поиском антидепрессантов или наоборот. Что на самом деле причины болезни никто не знает. Абсолютно. Никто не может понять, как они не могут понять функцию мозга. Действует, работает с симптоматикой. Ну вот и мы. А ведь это всего лишь человеческий мозг. Всего лишь. Что-то тварное, что-то плоткое. Всего лишь человеческий мозг, который нам не досягаем. И при этом мы имеем наглость посягать на знание абсолютной силы, когда решили это бы. Ну да, мы при этом используем фразеологизмы типа личные откровения, интимные отношения. Простые господи. На русском языке звучит вообще отвратительно. Как говорил один мудрый человек, что как я слышу довод, что это мое личное откровение, я прекращаю спор. А говорить нечем. Дальше спорить не о чем. Спорить вообще не надо, о чем спорить. Замечательное может быть откровение. Так что оптимизм мой основан не на том, что мы ничего не знаем, а о том, что это нормальное состояние. То есть получается мы можем говорить, когда мы говорим о Торе, мы говорим не о неком своде жестких инструкций, которые нам разъясняют, как состоит мир, а больше как о некой инструкции по выживанию, которая нам... Как реакции. Как кое-как он поможет добраться живыми до... Я могу бросить простой пример. У вас есть ребенок, два года, и он норовит все время обмотать пальчики проволокой и засунуть их в розетку. У вас есть два способа борьбы с этим нежелательным явлением в его жизни, ну и в ваших последствиях. Вы можете начать ему объяснять идею о существовании переменного тока, о генераторах, об амплитудах. Соборных электронных. А чем угодно, да, и вообще как бы о теориях поля и так далее, и так далее, и о влиянии их на его физиологические системы и так далее, и при этом уповая на его разум. Ну и результатом будет то, что он будет очень доверять, но пальцы туда не перестанутся. Но экспериментально же надо проверить, как естественно. А вы можете либо заклеить розетки, либо, поскольку вам все-таки розетки нужны, сделать его труднодоступными для него, и в-третьих, просто дать ему по рукам. Чайл-абьюс, я прошу. Не в Израиле будет сказано. Не в Израиле будет сказано, или по крайней мере показать ему что-то такое, что за это что-то будет. И если он выучит вот этот урок запрета, то он теоретически имеет возможность дожить до того времени, когда он не станет этого делать. Не потому что ему запрещают, а потому что он поймет, что этого делать в принципе нельзя. Ну вот, это обязательно такая же аналогия с нами. Как на нашу, это Господь дал нам инструкции по выживанию во враждебном мире, который мы сами же устроили. Ну, из-за греха. То есть мы вот, хорошо, ну а как нам тогда быть вообще вот... Кому надо? Я не говорю, нет, ну не только нам, евреям, не только нам там... Я, знаете, вспоминаю Матвея Гонопольского, который брал интервью у Андрора Кончаловского много-много-много лет назад. И там после какой-то очередной сентенции Гонопольский пытается рвать оставшиеся у тебя на голове волосы и говорит Кончаловскому, ну как же нам теперь жить? А на что ему Кончаловский отвечает, кому нам? Если вы спросите меня, Андрона Кончаловского, в 2002 году, я вам скажу, что я собираюсь сегодня сделать. На счет, говорит, Матвея Гонопольского, у меня нет его лежит в постраде. Поэтому как нам теперь жить? Я, например, прекрасно знаю, что я сделаю после нашего с вами интервью. Да, и вы куда поедете, нам тоже известно. Абсолютно. Ну а, как говорят в Израиле, богадоль так, по большому счету... Это к правительству. Да, 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 ты тоже опять-таки, ну что же делать? Ну а касаемо дискуссий богословств, большинство дискуссий в современном обществе как раз-таки, к сожалению или к счастью, ведутся в плоскости религии. Кто лучше узнал чего, кто чего достиг. Так что же нам стоит тогда? Оставить все эти дискуссии, прекратить все эти разногласия и вместе искать нечто абстрактное. Человек отличается от обезьяны тем, что он может абстрагироваться. Обезьяна от понятия «два яблока» никогда не придет к понятию «два». Она будет всегда рассуждать категорию «два яблока», «две груши» или «два банана». Человек отличается. Господь сделал его таким образом. Это существо, которое может абстрагироваться от своих узконаправленных требований сегодня к институтам и к понятиям. Я считаю, что это большая ценность и на самом деле отличает человека от всего другого животного мира. У меня есть крайне отвратительно отрицательное отношение к богословию вообще и к систематическому богословию в частности. Я отрицаю право систематического богословия на существование вообще. Я знаю, это экстремистская позиция. И я вообще считаю, что это не что иное, как создание для себя рабочих мест. Типа в смысле «а поговорить о да» нет никаких проблем, можно поговорить, поассуждать. Ну да, как и раньше, сидели у ворот обсуждать. Ну так сидели и поговорить, да. Но делать из этого какие-то окончательные выводы и тем более определение, кто чей путь прав. Анекдот. Когда два человека идут по пустыне и проголодались. Один достал в своей сумке несколько хлебов, поел и разложил их возле себя. Тот смотрит и говорит, сколько стоит? Тот говорит, там 5000 долларов. Он говорит, как? Так дорого. А тот говорит, ты походи по базару, поторгуйся. Это именно из этой серии. Ну хорошо, я думаю так. Вы думаете иначе. Я на самом деле считаю, что мое личное откровение о Господе Ишуа, оно вот то самое. Искренне. Ну я искренне так думаю. У меня нет других как бы критерий. Вы предлагаете, что это другое. Я не занимаюсь апологетикой. То, что называется, знаете, попытками перетягивания каната в свою сторону. Ну вот две тысячи лет сосуществования, ну два-три с половиной тысячи лет сосуществования различных религий, в общем-то языческие они были параллельно датмоши или вере Моисея. Ни к чему не привели. Но есть ни к чему не привели. Есть формальное увеличение числа христиан, неформальное увеличение числа мусульман, увлечение повальное давневосточными религиями или ближневосточными, взрослыми, все что угодно. Ну и как бы, а христианство размылось. Лайт-клющер, легкое такое, легкое, клубное христианство. Все, что мы можем сделать, мы можем предложить. Вот предложить свой путь. С настаиванием на том, что я могу не соглашаться в рамках фундаментальной веры в Яшуа как в Мессию о тех или иных вещах, но для меня это путь. Все остальное, это как бы остановки внутри, ответвления, но это все в рамках пути. Я не спорю ни с кем никогда по этому поводу. Я предлагаю, и, кстати говоря, даже кто профессионально занимается апологетикой, прекрасно знает это, как бы на первом уроке по любому серьезному учебному заведению, вам рассказывают, что апологетика объясняет. Это вовсе не попытки доказать друг другу истинность вашей позиции, а всего лишь попытка расшатать в другом человеке основание его убеждения. Слушай, надо даже не расшатать, а сделать так, чтобы в результате вашей беседы человек задумывался, а истинно ли сказано. И оставить его там. То есть побудить к лицитизму. Побудить его к критическому мышлению. А что мы можем сделать? Все дальнейшие попытки, находясь... Знаете, это спор алкоголика с наркоманом. Алкоголика, который никогда не использовал героина, и наркомана, который никогда не пил водки. И как наркоман может объяснить алкоголику, что такое герои? И он скажет, ну это как 100 литров водки, как 500 литров. То есть он может оперировать только словарем алкоголика. И наоборот. Это то, чем мы занимаемся. До тех пор, пока мы не там, говорить не о чем. А мы можем побудить человека как бы начать чувствовать себя немножко неудобно там, где он находится. И побудить его каким-то поиском в надежде и в молитве, что он как бы туда придет. И тут уже личное свидетельство на другой вопрос. Ну вот прозвучало немножко о пути, если мы будем сравнивать такую аллегорию проводить с дорогой, с путем неким. И мы тем более уже сказали о христианах, уже сказали о Машиахе Ешо. И так вот прозвучала фраза о дороге, прозвучала фраза о пути и прозвучало более того даже имя Ешо как Машиаха. Так вот у каждого пути есть бордюры, есть ограничивающие этот самый путь какие-то условности и есть разметка дорожная определенная. И мы возвращаемся тогда, а как же мы разве... Если мы говорим о том, что никто не знает как истина, что все мы ищем, все мы в одной лодке спасательной, как бы ищем путь ко спасению, но в этой лодке оказываются не только авраамические религии и уж тем более не только люди пути Ешо, а самые разные. Где мы поставим для этого пути ограничения? Какие дорожные знаки? Я либерал, но не настолько. Я, может быть, не совсем четко выразился. Я говорю о возможностях, о различных вариантов в рамках одного пути. Этот путь вовсе не авраамические религии. Много лет назад я брал, пытался хитрым образом взять интервью у одного деятеля, христианина, из Вифлеема. Большой деятель. Известный в христианском мире. Раб. Христианин. И это было во время событий, связанных в Вифлееме. Есть церковь, где Иисус, построенный на месте рождения Иисуса. И арабские террористы тогда забаррикадировались. Весь мир, естественно, поднялся против Израиля. Это были хамасовцы. Понятная история. И я пытался каким-то образом выяснить, что думают рабы-христиане по поводу того, что происходит. Но ответы были все уклончивы. Я поэтому пытался издалека. И в конечном итоге мне удалось вывести от этого деятеля на достаточно откровенный разговор. И я спросил, ну вот как так? Вот хамас это? И он ответил мне, что мы с хамасом сейчас в одной лодке. Для него одна лодка, естественно, не означала богословские убеждения. и там какие-то философии. Но обозначало, что когда они находят... Они объединились против кого-то. Эти люди же в основном уже объединяются. Против кого дружить будут? Да-да, совершенно верно. Вот это именно тот самый случай. Вот в одной лодке. Вот я не в одной лодке. Естественно, ни с хамасом, ни с... Ну и с всеми хамасовскими ответвлениями аврамических религий или неаврамических религий. Я для себя достаточно просто и дружелюбно выбрал путь. И я готов обсуждать, как ехать по этой дороге, где остановиться, где ускориться, где перейти из первого ряда во второй, из второго, во третий, где вернуться, когда тебя кто-то обгоняет. Я готов обсуждать условия движения по этой дороге и предупреждениями не разворачиваться против движения, потому что смертельно опасно. Так и где границы? По-моему, а границ нет. Есть обочины. Вот обочины. Обочины я для себя определил. Если нет, вступает принцип номер два. Походите, поторгуйтесь по базару. Никого ничего не буду настаивать. Понимаете, моя же функция не в том, чтобы отлучать кого-то. Я же не деятель. Не мы прилучали, не нам отлучали. Это не мои функции. Расставься. Церковь постоянно две тысячи лет борется сама с собой. Такий мазохизм. Борьба на наиских мальчиков. Духовный. И попытки змеи укусить себя за хвост. Ну и в результате мы приходим к тому, с чего начинали. И вот эти мазохистские ухищрения, они как бы не мой контент жизненный. И я не собираюсь в этом никак участвовать. И я могу сожалеть о чем-то. Я могу молиться о ком-то. Я могу не молиться о ком-то. Я могу здороваться, могу не здороваться, встречаться. Но, вы знаете, вот супер призыв, который у меня есть, перестать считать это все куликовской битвой. Ну вот есть кому воевать, за что воевать и где воевать. Самая большая победа, которую мы можем одержать, это победа над собой. Здесь, над своими суждениями, над своей агрессивностью, над своей уверенностью в исключительности мнения, над дутостью. Вот это, вот это самое, вот для меня. для меня. Поэтому я не в этой борьбе, знаете, это my camp, это не моя борьба. То есть вообще, я был молодой, горячий. Слава Богу, я поостыл. Но не для Господа Бога. Просто я думаю, что Господь Бог, сильно горячее кушать невозможно. И мы постоянно обжигаемся свою горячность и никаких выводов не делаем. Мы путаем горячность с горячечным бредом. А горячечный бред, нас он приводит в очередной тупик. И мы выдаем это за высшую форму духовности. Но я не там. Просто не там. Я не собираюсь ни для кого ничего очерчивать, ни никого ни в чем убеждать. Я могу предложить. Я могу предложить спокойную духовность, не истерическое отношение с Господом Богом, любвеобильное отношение к другу, к брату, даже к врагу. Ну и вот, по мне достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!